МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы". На Моторадио. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии автор и ведущий программы о кинематографе Илья Либман. Илья, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И сегодня, как обычно, мы услышим интересный рассказ об очередном голливудском герое или героине. Прошу вас. Голливудская героиня по имени Хеллинг Хант. Как же я к ней пришел? Как же вы к ней пришли? Вы понимаете, что каждый раз, когда передо мной встает задача выбрать следующий персонаж для радиопередачи, я начинаю думать. И про это я говорил, и про это я говорил, и про тех, и про этих. И нужно найти какой-то момент, цепляющий момент, про кого я не говорил, и кто, конечно, хорош и стоит того. И вот последний раз мы говорили про женщину, если вы помните. Да, конечно. Вот, я подумал, что вообще женщина, у нас слабо тронутый объект. Это правда, да. В основном мужики. Да, мы как-то больше на мужиков. И вот я подумал, что нужно взять женщину, потому что среди американских актрис, кроме абсолютных красоток и дурнушек, есть умницы, которые хорошо играют тоже. И то, что мы их не отмечаем, это потому, что просто мы живем в мужском мире. Как вы не говорите, не крутите головой мне по-венгерски или по-болгарски, то есть какую угодно сторону. Это все-таки так. Поэтому в Голливуде на каждый мужской заработанный доллар женщины зарабатывают 75 центов. До сих пор вот все-таки нету справедливости. Ну как, конечно, люди выходят там получать Оскара вот с таким задранным кулаком, как будто они какие-то черные негры там из задранной штанины, потому что они так отстаивают свои права. И это действительно так. Уж тут ничего не скажешь, что он там перепотел или еще что-то переделал. Женщина выполняет, не могу сказать, точно такие же функции. Она играет не хуже, чем мужчины. Может и получше. А может быть и получше, но никак не на 25 процентов она хуже играет. И поэтому она должна быть недоплачиваемой. А почему так? Куда смотрит администрация Байдена? Байден к этому никакого отношения не имеет абсолютно. Оставьте человека в покое, он и так падает с велосипедом на равном месте. Я думаю, что это все, конечно, началось из Англии. Англичане, они, конечно, всегда недоплачивали женщинам. И детям. Ну, потому что англичане, они так устроены. Кто-то должен быть более оплаченный, кто-то менее оплаченный. И потом, когда это перекинулось на искусство, то потом это все, конечно, перекинулось через океан. И по инерции мужчина это все устраивало. То есть мужчины не поднимали такой вопрос. Теперь мы сами распорядимся и будем платить женщинам так, как себе. Потому что они эти 25% будут врывать из своего кармана. Они этого не хотят. Слушайте, какая несправедливость. Ну, конечно, конечно. И пока не появится такая какая-нибудь крутая дева. Как... Анжела Дэвис. Ну, я думаю, что Анжела Дэвис, она не снимала с кино. Какая-то актриса, которая начала вообще получать свой Оскар с того, что сначала хотел сказать несколько теплых слов в адрес мужчин. Что они, подонки, нам не заплачивают и здесь, блин. Вот. И когда я стал думать о том, что нужно показывать больше женщин, да. Нужно показывать, рассказывать больше о женщинах. И вот одна такая женщина, которая внешне очень хороша. И она имеет такую англосаксонскую выправку, я бы сказал. Она такая сухощавая, высокая, белокурая, с очень правильными чертами лица. Ну, никто ее никогда не называл красивой. Вот. Когда она была ребенком, ее с самых детских лет стали брать, делать рекламу. Потому что красивый ребенок, девочка, золотокудрый, бегает. Кому это не понравилось? Конечно, понравилось. Потом, когда она стала сниматься, ее сразу же взяли в телевизионный фильм, который имел сумасшедший спрос у белой популяции Соединенных Штатов. Называется «Мэтт Абауч Ю». То есть, это про молодую семью, где показывают мужа и жену, у них нет детей. И просто они вот так вот, ну, почти что как Сэнфилд, только у них другой круг. И, конечно, это имело большой спрос, потому что они поднимали, так сказать, бытовые, в то же самое время, проблемы среднего класса интеллигенции в 80-е годы. И каждую неделю в одно и то же время люди валили к телевизорам смотреть «Мэтт Абауч Ю». И этот сериал длился, по-моему, 5 или 6 лет. Она заработала много денег на сериале. В это время она не снималась ни в каком кино. А потом, когда сериал закончился, то ее взяли сниматься в кино. Но надо сказать, что она была настолько популярна и приносила такие приличные деньги телекомпании, ей за одну серию платили миллион долларов. Это было где-то в середине 80-х годов. Тогда таких денег ни мужчины, ни женщины... В кино не зарабатывают. Не в кино, а на сериале не зарабатывали. Она была самой высокооплачиваемой. Я напомню, это Хелен Хант. Хелен Хант, да. Многие узнают. Посмотрите на нее. Она очень хорошенькая. Когда кончился этот сериал, ее взяли сниматься в кино. И, конечно же, в кино она серьезная драматическая актриса. Хотя вот этот «Мэтт Абауч Ю» это скорее такой комический. Сериал. Развлекательный. Развлекательный, да. То есть там никакие драматические сценарии не рассматривались. Но на нее просто интересно смотреть, как она находится в быту. Какая-то обыкновенная женщина, которая не занимается ничем. Потом она нашла работу, стал работать. И муж у нее стал катить, типа, что раньше так было хорошо. Приходишь домой, ты всегда дома. И там обед готов, одно, другое, третье. А теперь ты работаешь, я работаю. Для чего мы это делаем? Ну, там, в общем, такие вопросы освещались. И ее взяли в кино. И в кино ее взяли. И никак она не могла потянуть на главную героиню. Ну, потому что... Я думаю, потому что ей лет уже было не так мало. Ей было примерно под 30 лет. Ну, потом случилась такая история, что она снялась в фильме «Изгой». Если вы смотрели... Наверняка, вот так просто сразу не вспомнить. Это когда самолет, который ее с почвы разбился над океаном. И человек попал на остров. Человек играл Том Хэнкс. Конечно, да. Она была его... Точно. Она была его невестой. Ну, слушайте, а это может назвать эпизодической ролью. Она там маленькая роль. Это не эпизодическая роль. Это большая драматическая роль. Потому что, если вы вспомните, когда он вернулся, и какие у нее были ломки, потому что она вышла замуж. И у нее был муж. И дети. И, по-моему, у нее был уже один ребенок. Да. А Тома Хэнкса она очень... Но все равно весь фильм процентов на 90 – это история на острове. Ну да, конечно, это история на острове. Я просто хочу сказать, что она очень сильная драматическая актриса. Что вот даже в том коротком эпизоде, когда он вернулся, там буквально 10 минут всего кинота, когда он вернулся. И вот сколько переживаний она показывала. Очень хорошо это показано. Потом, конечно, замечательный фильм, в котором она сыгралась с Джеком Николсоном. А это уже главная роль. Вот. Да. Там, где она играет официантку с больным ребенком и кормит Николсона, который последний негодяй, мерзавец, который кроме себя никого не любит. Она совершенно великолепно сыграла в этом фильме. Вообще чудесная картина, если кто не видел. Это, ну, старый фильм уже, да. 97-го года. Называется «Лучше не бывает». Да, «Лучше не бывает». Там прекрасный актерский дуэт, просто замечательный. И смешная собачка тоже. Да. Но там Николсон прекрасный. И, конечно, она сама. Она очень хороша. Вот. И при этом, при всем, жизнь ее не очень складывалась. То есть, она два раза выходила замуж. И со вторым мужем она прожила 16 лет. Родила дочку. И они с мужем развелись. И дочку воспитывает она сама. И как бы она ни попадала в кино, все время роли у нее какие-то такие, довольно посредственные. В том плане, что, конечно, как говорят американцы, «She's a looker». То есть, она выглядит. И ей никогда не удавалось получить какую-то такую роль, где бы она могла еще и сыграть к своему выгляду. Поэтому она снялась только в 58 фильмах. Всему-навсему. Вот. И жизнь у нее, нельзя сказать, что была очень удачная. Хотя она заработала 75... То есть, у нее есть 75 миллионов долларов, которые, конечно, она заработала за счет сериала. Слушайте, ну вот вы не отмечаете, или, может, просто вообще мы не дошли до этого, фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном. Тоже чудесный фильм. Она там в главной роли. Да, точно. Вот этот фильм я как-то попризабыл. Это то, что попадается мне, когда я переключаю каналы дома периодически. Вам попадается такое. Я никогда здесь не встречался. А она же снималась в этом фильме. По-моему, это было в 2000-х годах. Ну, это тоже главная роль. Да. Вдвоем они с Гибсоном. Да, да, да. Точно. Это главная роль. Но она за эту главную роль ничего не получила. Но вообще-то надо сказать, что у нее... Она получила... У нее было 22 номинации. 11 наград. Значит, у нее было 4 Эмис. А у нее было... Глобусы, по-моему. Да, у нее было 3 глобуса. Один Оскар. И один Бафта. То есть, это довольно приличный список. Вот. Ну, что еще можно сказать? Что она всю жизнь прожила в Калифорнии. Ну, почему вы так печально об этом? Потому что... Такое место плохое, что ли? Это не то, что плохое место. Просто, когда люди идут в бизнес, связанный с кино, то их частенько мотает. Сначала они учатся в Нью-Йорке. У Ли Страсберга. Сколько-то лет. Потом они чему выучатся? Некоторые из них идут играть в театр. А некоторые из них хотят сниматься в кино. И они едут в Калифорнию. Вот. Ну, она, конечно, довольно удачно пристроилась в Калифорнии. Жила в Калифорнии. И снималась в Калифорнии. Вот. Ну, я ее почему особенно люблю? Потому что, когда я вижу ее, во-первых, я вспоминаю этот сериал. Какая она была там замечательная. И что она не такая смешная-смешная. Она не была смешной-смешной. Она была смешной ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы у мужа и у нее была нормальная человеческая жизнь. И это было приятно отметить мне в свое время. Потому что в сериалах часто бывает, что сериал впадает в крайности. То есть там показывают или что, какая беспутная семья. Как они все ходят налево. Или какая, наоборот, настроенная семья. Но на них скучно смотреть. Так вот эта семья, которой, я считаю, что многие могли бы просто позавидовать. Вот бы нам так жить. Вот они вот так живут. У них там небольшой достаток. И они не особо красотые люди. И знакомства у них вот такие. Смотри, как они славно живут. Это для Америки, я бы сказал, показательный фильм был. Очень такой, пускай усредненный. Да. Но все-таки модель некая. Очень, да. Это была как своего рода модель. Вот как мы могли бы жить, если бы мы могли так жить. Ну что ж, спасибо вам большое. Рассказ о Хелен Хант. Сегодня мы услышали от Ильи Либмана. Илья, жду вас в следующий вторник на том же месте. На этом же месте, соответственно. И на сегодня на этом все. Спасибо. И далеко не уходите. Спасибо. До свидания всем. До свидания. Актеры Голливуда. Карьеры и судьбы. На Моторадио. И. Актеры Голливуда. Юлия. И. Актеры Голливуд.